приехала очередная партия стекол на этот раз боремся с весом на стекло будет пятерочка как и было 2 уже тройка то есть потоньше и полегче что самое главное вот они два вместе будет еще тоньше батарейка будем заниматься модернизировать так значит наряду с модернизации батареи которые сейчас сделаю суть там как бы в чем что будет легче меньше вот еще там пару фишек будет покажу по ходу значит модернизируем и упрощаем процесс пайки сборки идея подсказал мне петр вот в чем моя суть не будем никаких мудрить крестиков вот какая система просто берем маркером разлиниваем наш размер элемента плюс один миллиметр то есть если у нас 125 делаем черточки 126 почему так практически значит практическими замерами было установлено что если делать 125 это будет постоянное смещение то есть ну просто так как бы не не загоняться делать как есть значит что изменилось изменяю зазор между элементами значит 5 6 миллиметр миллиметров заменяю я на 3 миллиметра то есть это расстояние на 3 миллиметровые полосочки что еще значит зачем взял вот эти коробки сделая такие грузила тупо взял коробок напихал туда железо не суть важно какого почему именно такой вариант как это будет все выглядеть будут лежать элементы выравниваться будут по одному из краев тышь как это все будет ложим выравниваем элементы сгибается поэтому надо такого плана грузики на каждый элемент чтобы он не изгибался выравниваем по краю можно второй элемент учебные они все поломаны с трещинами то есть выставляем зазор тоже 3 миллиметров чик делаем тоже прижимчик здесь вот почему именно коробки во первых не будет мешать пайки то есть доступ есть с обеих сторон можно конечно взять там какую-нибудь свинца катушку бахнуть но честно говоря во первых паяльником уже не подойдешь то есть надо груз тяжелый и низкий что был доступ паяльником вот как бы в чем суть этого такой вариант вообще как бы не пока что он закроет вообще возможность доступа то есть пока модернизация заключается в упрощении будет возможность сниму процесс пайки еще значит классическое подготовлено стекло лежит на подкладках не надо никакие стулья ничего тупо лежит на полу принципе тоже самое все было предыдущих видео единственно что что здесь из модернизации значит размер стекла размер стекла уже меньше я потом это все на бумажке буду мы в сравнении показывать предыдущие значит рекомендую при работе со стеклом использовать вот такие вот просто хлопчатобумажные перчатки можно даже с этими защитными набойками не принципиально в прошлый раз я заклеивал значит изолентой в местах хвата все равно порезал руки хоть срезали как бы профессионалы она вот можно рукой спокойно но эти порезы заживают очень долго сразу скажу порядка недели поэтому работаем в перчаточках значит по поводу подготовки паяльника вот хороший отечественный паяльник но немножко подгулял это охлаждение за наших ручка не грелась смотрите значит жало мало того что же сносилась прилично греется правда быстрее не надо ждать но она мягко говоря очень плохом состоянии пайка его подемножку съедает жало портит внутри значит свинец под ним лунка будет выведена значит что делать не надо стесняться надо взять кстати если жало где-то изогнуто там какие-то изгибы берете спокойно плоскогубцы выравниваете то есть приводите его чтобы просто был срез уголочек но значит в чем суть берем спиливаем не стесняемся вместе с припоем смотрим чтобы выловить какой-то угол градусов хотя бы там 60 что ли 100 стачиваем не жалеем потому что жало надо все время обновлять особенно для пайки солнечных батарей вот она заблестела но этого будет недостаточно сразу скажу пытаетесь ловить что прямо в угол был зачищаем жало надо спилить полностью выпилить всю лунку который сидит свинец уже засел то есть до чистого металла надо жалеть жало еще раз повторюсь иначе потеряете пару батареек своих спаленных сожженных треснутых перегретых вот зачистил до металла вот она потом берем просто проходим по периметру то есть немножечко убираем фасочку по кругу пошли поворачиваем поворачиваем по периметру пошли убираем острую фаску она нам не нужна она будет только хуже делать короче по итогу должна получиться аккуратненько буквочка о вот овальчик овальчик в срезе как бы скажу это на самом деле очень важно если не хотите попортить свои элементы ширина здесь на кончике должна быть чуть больше чем 2 миллиметра под стандартную более широкую шинку двух миллиметровую то есть это три миллиметра оставить овальчик лишнее закруглить ну плюс для приятности просто немножко тут жало почистить по концу потом я на фотографии покажу поближе что получилось так значит я тут уже пайку начал покажу как это делать именно с этими элементами принципе предыдущих видео навалом значит фишек как паять я показывал нового ничего не будет место что элементы специфические и в пайке специфические я бы сказал немножко неудобные но я уже приловчился берем элемент влаживая выравниваем по линиям по краю и соответственно линия начерченная смотрим грубо говоря вот так вот переложим с предыдущего коробочки с грузиками проверяем переставляем эти прижималки сразу сначала покажу как здесь делается значит берем и плюс наносим чтобы видно было так вот сделаем честно говоря те паял я намного быстрее потому что там их было штуки три здесь же их пять соответственно как бы процесс затягивается работой по-любому чуть беру припойчик еще при пакете батарей там это было не важно очень важно схватить фишку в дозировании свинца то есть надо немножко давайте чуть-чуть обратите внимание что происходит с элементом при пайке обратной стороны видите приподнимается даже поднимает эту батареечку крона это я к тому что задняя сторона очень ответственная в пайке перегревать нельзя извиняюсь камеру в другую сторону переставить не могу не на что то здесь только маленькая дозировочка чтобы вот видно было сделала так вот надо приловчиться чуть-чуть тогда будут аккуратненькие полосочки как бы в пайке неудобно зато есть фишка в том что очень аккуратненькие такие вот получаются на пайке не будет соплей на тех вариантах так это пропаяно и это тоже еще какой здесь нюанс видно там или нет видно почему-то с этими батареями надо делать немножко иначе значит беру шинку и изгибая ее в обратную сторону я камеру специально с этой стороны еще поставил чтобы показать именно чего это потому что паяю их в обратную сторону как бы нелогично по-другому просто не получается именно с этими элементами ну то есть как бы будет у кого какие делаем чтобы был изгиб дуга загнутая тогда удобнее паять и фоль не забывая на кончик жала и значит пошли паяю в обратную сторону просто я и говорил то есть просто прижимаем и запаиваем вот такого плана движение логично как бы оттуда на паяльника все из той стороны но с этими так не получается почему-то элементами не знаю как не пытался приловчиться такие не приловчился здесь обязательно кончик прижимать еще минус как бы почему-то именно этих элементов иногда приходится по несколько раз все таки проходить еще проверять пайку там такого у меня не было кто его знает наведем в общем красоту опять же не ложим лишнего припоя вот здесь не нужен вот тип такого в принципе аккуратненько дорожка получилась то же самое здесь единственное что здесь немножко сползает но это как бы надо постоянно играться вот не смертельно потихонечку это выводится все вот и пошли выравнивая приходится так извращаться обратную сторону паять зато все красивенько и аккуратненько конечно делаю это все намного быстрее сам но тут уже как бы так сказать показывая Продолжение следует...